Просил слова Атлантида, подводный город, рыбы. Минимальное количество слов, максимальное количество рисунка. Атлантида не из-под пера художника, а из-под пера нейросети. Блогер Данил Шубин готовит выставку картин за авторством искусственного интеллекта. Данил активный пользователь социальных сетей, любит создавать контент. Нейросети украшают и делают его ленту уникальной, не похожей ни на какую другую. А зачем нам сейчас нейросети? Они помогают в делах каждого человека по-разному. Тебе в чем помогают? Картинки рисовать. Парад воздушных шаров. Возможно то, что тебе могло только присниться, а ты можешь это просто написать и это все нарисуй. Журналисты нашего телеканала попросили нейросеть нарисовать города Алтайского края. Искусственный мозг изобразил. У каждого свое лицо. Больше всего подписчики оценили БИСК. Это сейчас произведение, которое на лету создается просто нейросетью. Никто до и никто после этой мелодии не услышит. Нейросеть создает музыкальное произведение, исходя из предпочтений пользователя. В данном случае плейлиста директора Института цифровых технологий Михаила Рязанова. По его словам, нейросети – штука не новая. Появились в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Но именно сейчас интерес к ним обострился. Причина проста – они стали более доступны. На сегодняшний день вышли много нейросетей, связанных с простым общением человека. Это нейросети, генерирующие изображение или музыку. И нашумевший чат GPT, который может общаться с человеком, писать тексты, отвечать на вопросы в человекоподобном языке. Важно держать любую ситуацию под контролем и не сомневаться в своих силах. А вот негативные эмоции лучше держать при себе. А вот наглядный пример, как нейросеть может заменить ведущую на телевидении. Получается, что сегодня искусственный интеллект может выполнять самые разные задачи во многих сферах. Но может ли он когда-нибудь вытеснить самого человека? Блогер Данил Шубин уверен, что нет. Ведь нейросети менее совершенны, чем человек. Во всяком случае, пока. Здесь такая дверь достаточно нечеткая. Там, где бы человек, пусть и дольше, но прорисовал деталь, нейросеть еще пока до конца это делать не всегда может. Но это же просто одна из попыток. Это же случайный перебор данных. Валентина Аскерова, Александр Антрупов, Анастасия Бертенева. День с толком.